Если бы люди знали, что делать, если у вас есть печень, и более-менее регулярно это выполняли, то количество возможных человеческих заболеваний сократилось бы в разы. Я бы сказал, на порядке. Это мечта на самом деле многих, как, делая минимальные движения, получать максимальный результат. Занимайтесь печенью, и вы это получите. Вы получите максимальный результат по здоровью. Панацеи нет, но нужен комплекс целенаправленных взаимосвязанных действий. Только тогда вы получите результат, тот, на который вы рассчитываете. И какие заболевания остаются? Ну, конечно, венерические, понятно. Ну, я бы сказал, по неосторожности или по незнанию. Но это десятки заболеваний. Вирусные инфекции, согласен. Часть из них можно предотвратить санитарными мероприятиями. У них есть общие признаки, и важно знать, как правильно проводить очищение крови, как правильно сопровождать вирусную инфекцию. Ну, самая такая распространенная и одна из самых опасных – это гриб. Важно правильно сопровождать вирусную инфекцию с первых признаками ее проявления. Ну, глистные и паразитарные инвазии, да, еще несколько сотен. И все. Все остальные болезни, а их 30 тысяч и несколько сотен, понимаете, разницу, отличаются на два порядка. То есть человек может в 100 раз меньше болеть, если знает, что делать, если у вас есть печень. Ну, объясню на самом простом примере. Вы живете в каком-то населенном пункте. Вдруг вам выключили свет, газ, воду и перестали подвозить продукты питания. У вас остался только один кислород. Как вам комфортно будет жить? Как долго вы сможете прожить на том запасе, который вы не знали, вы не делали его, но который остался в холодильнике и, может быть, в погребе? Тем более, что ваш холодильник и ваш погреб, это все та же печень. Только она может накапливать многие вещества про запас, выдавать потом их для жизнедеятельности всех других органов и систем. Понятно, что если у вас исходно печень хорошая, продержитесь дольше. Если печень плохая, продержитесь меньше. Но картина будет неполная, если я вам скажу, что печень еще занимается очищением крови. По процентам 70 токсинов, особенно опасных таких пестицидов, ербицидов, канцерогенов, всякой гастрономической мусор, всякие ароматизаторы, красители, разрыхлители, это все тоже обезвреживает и удаляет печень. Для полноты картинки в вашем населенном пункте выключили еще и канализацию. Класс! Вот примерно в таких условиях находится большинство людей, которые не знают, как правильно сопровождать работу печени, как правильно ее поддерживать. Потому что многие считают, пейте вот 2 литра воды и будет вам счастье, будет несчастье. Потому что когда вы пьете просто воду, а печень у вас не работает так, как нужно, вы не знаете, что для нее делать, у вас выникает интересная ситуация. Почки, да, фильтр выводят токсины, но... Тут есть маленькое, но существенное но. Если печень плохая, токсины идут в активном виде и с водой, проходя через почку, убивают почку. Это один из самых коротких путей в почечную недостаточность. Если у вас задействована хорошо печень, печень может обезвредить водорастворимые токсины, которые потом в неактивном виде проходят через почку, и пейте воду, пейте другие источники жидкости, и ваши почки будут работать хорошо и самое главное долго. Уловили разницу? И просмотрев это видео до конца, вы узнаете 3 основных критерия. Вы узнаете, какие специфические признаки нарушения работы печени, вы узнаете малые признаки нарушения работы печени, ну и узнаете, что делать. В принципе, для того, чтобы печень работала лучше. Кстати, все 3 критерия более подробно расписаны в этой же книге. Она так и построена. Написана языком на уровне 7 класса, то есть понимают все, кто умеет читать, конечно. Или слушать, кто читает. Вот, поэтому, первое. Специфические признаки нарушения работы печени. Многие считают, что это боль. Вы знаете, должен многих этих разочаровать. Если у вас заболела печень, это уже ох, как вы ей должны помогать. А болит, как правило, острая боль. Это дискинезия желчного пузыря. Напоминает о том, что система работает неправильно, и вы давно ею не занимались. Это острая боль, короткая, в правом подреберье, которая сама по себе может и пройти. Или приемом спазмолитика. Печеночная боль, она иная. Это тупая, ноющая, это распирающая боль, это ощущение ненародного тела, камня в правом подреберье. Если у вас заболела печень, то у вас всего несколько видов нарушений. Возможно, это острый гепатит. Да, и вы серьезно в печень попали. Исход, если плохо сопровождается острый гепатит, хронический гепатит, это переход через фиброз, цирроз печени. Возможно, вы неправильно питались, и у вас были колебания жесткие веса, может быть, вы избавлялись от лишних килограммов, не активировав перед этим печень, не обеспечив ей правильный режим и рацион питания. У вас развивается жировой гепатоз. Так же, как и, кстати, после острого гепатита. При этом печень увеличена, натянута капсула, появилась боль. Несмотря на то, что печени много, работает она очень плохо. Это тоже признак, повод заняться печенью. Печень может заболеть и у гипертоников при хронической сердечной недостаточности. Потому что есть отек, есть задержка жидкости, натяжение капсулы появляется боль. Паразиты могут вызывать боль в печени, например, эхинокок. Если киста находится около капсулы, она натягивает капсулу, тоже появляется боль. Но боль далеко не первый, не ранний признак нарушения работы печени. Это уже ой какой серьезный признак, если заболела реально печень. Многие считают, что метаболические нарушения. Да, совершенно верно. Печень это метаболический мозг вашего организма. Если у вас повысился сахар в крови выше 4,5 ммл. Не 6, когда вам эндокринолог говорит, у вас диабет, давайте что-то делать. Оптимальная регуляция 4, 4,1-4,2, где-то вот здесь. Ну до 4,5. Если поднимается сахар натощак у вас выше чем 4,5, у вас уже проблема. Кстати, вы можете сделать профиль гликемический. Анализ крови на сахар с нагрузкой глюкозой и проверить работоспособность своей печени. Легко и просто делается. Если у вас кривая выходит за пределы нормы, выходит выше 5. Проблема. Ваш метаболический мозг плохо работает. Им нужно заниматься. Один из хороших признаков оценки работы печени это уровень мочевой кислоты. Этот анализ показывает, насколько ваша печень управляет белковым обменом. Вернее, одними из самых токсичных белковыми шлаками. Также важный показатель работоспособности печени именно обменные процессы. Невоспалительные. Если у вас, не дай бог, пошли вверх трансаминазы, увеличилась тимоловая проба, поднялся билирубин. Тут ваша печень уже, мягко выражаясь, она уже просто разрушается. Это совершенно другие признаки. Это уже не... Тут уже вы очень серьезно должны своей печени помогать. Я вам говорю те признаки, которых вы можете определиться, где она у вас еще, генетика срабатывает или не очень. Липидограмма. Тоже классный признак. Хороший тест, как работает печень. Как она управляет обменом холестерина и его различными фракциями. Когда окисленный холестерин надолго задерживается в сосудах, в просвете сосудов, он имеет тенденцию откладываться на стенках. Развивается атеросклероз. И две трети смерти это, увы, кардиологически. И лечить атеросклероз здорово. Лучше его предотвратить, понимая работу печени. Поэтому вот эти признаки, они хороши, но они показывают, что ваша печень, скажем так, не самая сильная. А есть малые признаки работы печени. Вы тоже наверняка их можете знать. Вы знаете, когда печень работает как фильтр, здорово, прекрасно, а если она барахлит, то жирорастворимые вещества выделяются из организма всего двумя системами. Либо с желчью печенью, так удаляется 70% токсинов, либо примерно 5%, даже и того меньше, через сальные железы. Если выделительная функция печени по удалению канцерогенов из вашего организма страдает, и вы рискуете онкологией, то является угревая сыпь. Потому что не может система с мощностью 5% полноценно подстраховать систему с мощностью 70%. Это нереально. 1 за 14 не поработает. Портняшка храбрый убивал семерых одним ударом. 15 это нужно очень серьезно постараться. Поэтому, когда появляется угревая сыпь, вы должны понимать, что это признак того, что печень работает плохо. А есть другие признаки. Есть утренние, или ее называют по-другому печеночная лень. Вам знаком такой признак? Когда утром проснулись, руки, ноги есть, работа есть, все есть, работать не хочется. Это печень. Потому что она за ночь не успела сделать вашу кровь более жидкой. А густая кровь, мозг не получает кислород, все, вам не хочется работать. А это утренняя печеночная лень имеет тенденцию превратиться в синдром хронической усталости, когда лень не только утром, но и днем, и вечером. Часто на этом фоне развивается ВСД или ветосуистая дистония по гипотоническому типу. Часто темные круги под глазами. Автоматически из-за густой крови повышается жестко кардиологический риск. И не важно, как соригировала ваша сердечно-суистая система. Потому что ВСД бывает по гипертоническому типу. Это активная реакция, да, хорошая реакция при мощном сердце. И это первый шаг в гипертоническую болезнь. А бывает ВСД по кардиальному типу, когда сердце страдает очень серьезно. Оно болит, потому что ему тяжело качать густую сметану. Возьмите ради интереса трубочку для коктейля и ведро сметаны. И попробуйте попить эту сметану. Как долго вам хватит мышц? Когда у вас заболят мышцы? Сердце делает то же самое, только на выброс идет сметана. И сердце перекачивает 15 тонн такой сметаны. Это вам не ведро выпить сметаны через трубочку. Серьезная вещь. Хуже, когда ВСД по гипертоническому типу. Это пассивная реакция организма на эту систему и любой маломальский жесткий стресс эмоциональный, физический, термический, там решили в баньку сходить или наоборот в прорубь нырнуть. Может эту систему выбить. Жестко выбить. Очень серьезная тема. Можно просто это понимать. А есть другой индикатор. Мозг, он великолепно проверяет вашу кровь. Способность печени обеспечивать святая святых мозг питанием. И попасть в депрессию легко и просто. На таком фоне. ПМС я уже молчу. Да, понятно. Там просто гормональные колебания идут. И когда все потоки питательных веществ ушли, основная масса ушла в полосматки на питание ребенка передмесячными, мозг реальный оценивает кровь пустая. Начинается вначале женский ПМС, потом мужской, потом детский, потом БМС на работе. Все понимают, что работать должна печень. Она должна обеспечивать кровь полноценными питательными веществами. Потому что если это не происходит, развивается мужское и женское бесплодие. Легко и просто. Обосновать проще парень и репы. Знаете, какую работу выполняет сперматозоид, для того, чтобы добраться до яйцеклетки в течение получаса после полового автора? Он должен пробежать по человеческим меркам примерно 100 км. Вы способны? Вернее, 50 км, но за полчаса. Скорость 100 км в час. Вы способны сейчас развить такую скорость? Когда-то же вы так пробежали, раз в жизни, добравшись до своей яйцеклетки. Сейчас способны без автомобиля? Но это же не в кроссовках. Сперматозоид двигается амебоидами движения по прямой у него 50 км. По пересеченной местности достаточно сложно. Посмотрите такое видео. Есть на моем канале. Женское бесплодие тоже развивается чаще всего по причине слабой печени, по причине плохой ее работы. Потому что наиболее частая причина это поликислоз яичников. когда яйцеклетка зреет, 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 а еды ей не хватает. У нее не хватает сил разорвать оболочку и выйти для встречи со своими сперматозоидами. Все. Один такой цикл киста, две кисты, два цикла, две кисты, много циклов таких, поликистоз. И понятно, почему происходит такая ситуация. Многие аутоиммунные процессы завязаны на работе печени. Та же тромбоцитопения, псориаз, анемия, это все завязано на работе печени. Потому что печень не очищает кровь полноценную от токсинов, и не важно, где они связались. С эритроцитом анемия, с тромбоцитом тромбоцитопения, с клеткой кожи на выходе из организма пошли псориатические изменения. несущественно. Есть, кстати, очень хороший индикатор работы печени от того, какая у вас кровь. Это волосы. Прикол в том, что волос живет от трех до восьми лет, а человек обычно немножко дольше. И волос своей продолжительностью жизни показывает, насколько хорошую кровь обеспечили вы в своем организме. Если есть полезные питательные вещества и минимальное количество токсинов, волос живет дольше, кровь у вас чище. И у вас жизнь будет дольше и лучше. Если же вы понимаете, что волосы почему-то начинают покидать эту голову, то вы уже знаете, что делать. Вы знаете, кто должен помогать работе вашей волос, чтобы они жили дольше. Потому что вот кто отдыхает. Вот кто не работает так, как нужно. Я плавно перехожу к третьей стадии этого видео. Что делать? Вы знаете, вариантов, что делать в интернете масса. я вас прекрасно понимаю, возможности разные, все пишут здорово, но знаете, когда вы смотрите совет в интернете, вот это вот средство, этот метод помогает всем сто процентов и от всего. Вы никогда не задавали себе сами вопрос, почему так много панацей развелось сегодня? Кто-то считает, что это лечебное голодание, кто-то сыроедение, кто-то жесткое вегетарианство, макробиотика. Есть такие методы оздоровления. Да, они имеют свою зону, свою нишу в здоровье человека. Но эта ниша, она достаточно узкая. Нужно важно знать, как правильно этим воспользоваться. В этой книге целый раздел посвящен. 50 таких различных систем, которые используют для оздоровления, не зная, как правильно это делать, не зная показания и противопоказания, не зная эффекты, которые вы получите и побочные действия, которые могут развиться. Это очень важно делать. А еще тут описаны очищение печени, той же почек, кожи, легких, лимфы, крови, лечение различными экзотическими средствами, перекислю водорода, семенами льна, керосином. Разные способы есть и важно оценить показания для себя и противопоказания. Отсюда возникнет польза или вред. Вы сами можете сделать такую оценку, понимая, как работает метод и что вы для этого должны сделать. Поэтому я думаю, что для того, чтобы получить объективную оценку необходимости приобретения этой книги, я вам уже наверное наговорил достаточно много, на мой взгляд очень важно понимать, вы сами должны сделать для себя вывод, работает или не работает, нужна вам система или не нужна, нужна вам такая книга или не нужна. Поэтому от вас мало требуется, от вас требуется защищенный секс, понимать, что инфекции и глисты и паразиты в окружающей среде есть, нужно правильно с ними бороться, нужно правильно от них уходить, а если не удалось уйти, правильно от них избавляться. Ну, а если вам нужно полечить печень, вам предупредить развитие онкологии, правильно сопровождать вирусные инфекции, не вопрос, контакты вы видите, вы можете легко заказать эти книги, пока еще есть для вашего здоровья и активного долголетия. А я подумаю, какое еще видео написать на эту тему, опубликовать на своем канале. Не забудьте поставить лайк на видео и поделиться этим видео с друзьями. До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч!